По данным исследовательской службы BBC, а в частности такой исследователь, как Тристан Ферн, рассчитал, что средний размер материала в медиа составляет от 2000 до 4000 знаков. И такой как раз размер статьи — это материал, который недостаточно длинный для того, чтобы дать читателю ощущение глубины, и в то же время недостаточно короткий для того, чтобы спровоцировать распространение и взять трафик. И это связано как раз с тем, что сегодня в мировых медиа редакции приходят к тому, к выводу, что есть смысл вкладываться либо в короткие форматы, либо в длинные форматы. То есть то, что до 2000 знаков, либо то, что после 4000 знаков. Я бы хотела сейчас спустить микрофон и узнать, насколько может быть тот, кто хочет высказаться, редакторы. Согласны ли вы с таким утверждением? Используется ли такая позиция в ваших медиа? Ну, покольки я тут сижу. А, никто хотел высказаться, да? Я тут сижу побачь с Аллой. Вот эта вот формула BBC, да, и она вельми ведомая у редакторским свете. Вы можете уявить себе вот такую параболу, да? По вертыкальной оси будут прочитания, а по горизонтальной час, який вы тратите на материал. И по водле BBC наибольшая колькасть прочитания сперша на вельми короткие тексты идея. Пасля таки провал, да, мы тратим час, але колькасть прочитания только падает. Пасля она починает расти, и другая, другий пик, да, прочитания. И он припадая на ту колькасть, на те материалы, на яке мы тратим вельми шмат часу, да? Вось, минайта тое, что, як кажусь, салон грыды. Вось, ну, мне здаётся, что это для дома, и что это процуе. Не ведаю. Можа коллеги со мной поспрощаются. Никто не хочет со мной спрощаться, разыходимся, дякую, что пришли. То есть на самом деле всё равно всё зависит от темы. У нас было много, даже если брать нашу аналитику, больших материалов разных спецпроектов, которые были не так уж популярны, и все вот эти вот трудозатраты на самом деле никак не оправдывали себя. И такое случается сплошь и рядом. То есть как бы мы ни старались, такое часто происходит. Так что это не аксиома, вот эта вот история. Зависит от материала, да? Зависит от выбора темы скорее. Если вы угадали, тогда всё будет хорошо. Снежана хочет добавить. От выбора темы, от заголовка и количество знаков не всегда вообще определяющее. Ну, если исходить из вашего определения лонгрида, то, наверное, большинство материалов на Тутбайе, которые не новости, являются лонгридами. И 4000 знаков — это не всегда достаточно, чтобы написать репортаж, например, с места событий. Поэтому тут по-разному. От заголовка много зависит. Саша? Я могу сказать, я думаю, что тут может быть чисто арифметичная штука, потому что короткие материалы, их просто шмат, их читают, на их приходится наибольшая доля аудиторий. Всё ж таки, лонгрида мы не продукуем столько шмат, и аудиторий их читаем меньше. Тут мае значение, напевно, для редакции, мы гэтым корыстаёмся, у Чартбисе есть такая функция, кольки человек застаётся на материале. Он может быть дико популярным, или человек там три секунды, и он только прочитал заголовок, и это всё. А ты працуюшь над лонгридом, и человек там застаётся на пять хвилин, например. Конечно, это якосная аудитория, и она працует. Но так, конечно, и у цеперышний час короткие новины, материалы до 2000 знаков, 4000 знаков, это тое, что рухает меды, это тое, что дае вам трафик, и это тое, что дае вам аудиторию, якую пасля вы можете привучать, читать ваши долгие материалы, потому что не у кожного СМИ гэта аудитория уже есть. Вы не можете взять человека 40-гадового, привезти яго там на симфоничный концерт, и сказать ему, давай чувак слуха, и гэта круто, мы за те вырошили. Он просто, у яго нема такой адукации, у него нема такого досвиду, и он не будет гэта гарабить. Таму привучение аудитории так само мае значение. Саша, наполненаступный Саша. На самом деле количество знаков – это не показатель того, что ваш материал будет читаться или не читаться, потому что в моей практике бывали и тексты на 35 тысяч знаков, которые набирали по 100 тысяч просмотров, и бывали такие же тексты, в принципе, такого же объема, которые набирали 10 тысяч просмотров. То есть здесь я не могу вывести какую-то формулу. Понятное дело, что есть темы и спикеры, которые более интересны аудитории, и темы и спикеры, которые менее интересны аудитории, и все от этого пляшет. Поэтому, ну и белорусская журналистика, как мы все с вами прекрасно знаем, она все-таки имеет свою специфику, отличную немного от мировой, поэтому здесь тоже можно долго рассуждать. Ну я скажу, что я абсолютно никогда не была новостником, и вот у меня нет вообще в моей практике, наверное, текстов меньше 10 тысяч знаков. Для меня 10 тысяч знаков — это вообще как бы слишком мало. Ну то есть 15 хотя бы. А если это интервью какое-то с очень интересным человеком, то вот 30 может быть. Ну я понимаю, что это много, но мне даже когда на телеке работало, мне все время одергивали. Я работала в утренней программе, где считалось, что оптимально это 2-3 минуты хронометраж ролика. У меня мои рубрики были на 6, и я просто себя никак не могла сократить, потому что я считаю, что невозможно крутую тему выдать вот в 2-х минутах в 4-х тысячах знаков. Спасибо большое. Мы будем, кстати, дальше... Наста. Окей, я просто хотела додать до того... Что такое лонгрид? У нашем разумении, ну мы не лечим лонгридом то, что просто там больше за 4 тысячи знаков. Но мы не такими категориями разважаем про лонгрид. Для нас это трошку иншая тема, трошку инший абсолютно подход, раскрыть все. И мы для себя лонгридами называем некие спецпроекты, которые мы делаем. То есть незвычайный цикл материалов про белорусские паромы, например. Например, где есть видео, фото, разные герои, историчный грунт, на яким все базуется. Но это что-то больше, чем просто интервью, чем просто репортаж, потому что все залежит от ситуации. Но когда есть что написать на 6 тысяч знаков, что это уже лонгрид, то плюс 2 тысяч знаков, и это уже лонгрид, для меня это трошку дивно. Тем не менее, правда, я сгаджусь с коллегами, что наибольший трафик – это короткие новины, ну, некие сенсацийные. Вот, мы заработаем сегодня, это топ-топ-топ. Ну, вот, это даёт трафик, саправдой, а не лонгриды, да? На лонгриды мы вельми часто тратим вельми шмат часу, плюс, до сего, мне великая шмат сумневау, великий скепсис до того, на кольки они читаются, дачытываются. Тобок, який реально от соток людей дачытау, ну, вот, все 30 тысяч знаков, так сумленно прачытау. Они пахлядзеў картинки, там, зверху да низу прагартау, типа, о, прикольно, прыгожа, окей. Класно папрацывали. При гэтым нічого, як бы, не взявши с того тексту и с той работы журналістау. Вось, я веду, што тут бай отсочвае гэта. Я хацела задаць пытанне снижання, бо мы просто гэта не отсочваем, и, можэ быць, вы можете нам больше рассказать про то, ну, реально, кольки людзей дочитываюць такие великие классные репортажи до конца. Ну, давайте, можэ бы, Антону передам. Ну, мы отслеживали, ну, я лично отслеживал не по всем спецпроектам, но вот у нас был шведский спецпроект про Швецию, и там я отслеживал прямо каждый материал, такая большая аналитика про каждый выпуск. И в целом они дочитываются достаточно такой ровной пирамидой. То есть там нету таких перекосов относительно обычных материалов, то есть более-менее крупных. То есть до конца дочитывают, ну, когда листывают, дочитывают, наверное, процентов, ну, в среднем 60 пользователей. Ну, это так, очень грубо, так, навскидку без каких-то математических выкладок. Ну, вот примерно так. И время на странице, у нас есть второй вот, ну, показатель, который мы измеряем, это время, которое пользователь проводит на странице. Это вот тоже все очень сильно зависит от темы. То есть если тема была в целом интересная, то есть ее читали много, там, скорее всего, будет этот показатель больше, чем в чем-то таком не очень удачном. То есть нет никакой такой золотой формулы. Все всегда зависит от кучи слагаемых и, в первую очередь, от выбранной темы. Я широко живогли, не районеводной редакции займаться лонгридами и робить великие спецпроекты, коли у вас нема инструмента, как вымирать свою аудиторию, потому что, ну, вот у нас, например, стоит шарт-бит, и мы бачим просто по каждому материале, дзе человек спыняется, каль он проглядае гэты материал, и якая колькасть аудитории даліствае яго до конца. Вы можете лечить свой материал, як бы, мега-класным, и гэтую тему крутой, и усе ваша команда молодцы, але люди спынилися на половине, значит, ну, и он просто им не потребный. И гэты инструмент вельми-вельми важны. То и други якраз таким инструменты, які, показники, які обавязковы для лонгридов и для спецпроектаў, это то, и кольки чалавек проводзіць на гэтым материале часу. И часто вельми бывае, што людзі сыходзіць просто, ну, им гненна. Вы столькі часу туды инвеставалі, у вас пять чалавек працавалы, они зробіли фото, відео, текст, з'ездзіли кудысь ці, а людзі на гэта патратіли одну хвіліну. Вы патратіли три месяца, а людзі патратіли одну хвіліну. Значы, гэты ресурсы бэлі укладзіны неправильно. А інструмент гэта обавязкова мусяць быць. Ну, я наоборот, саветую редакциям все-таки вкладываць в лонгриды, потому что, ну, практика онлайнера, она показывает, что лонгрид — это то, зачем приходит постоянный читатель. В мире современных аотичных трафиков, которые формируются иногда поисковыми системами и другими какими-то невсегда предсказуемыми факторами. Лонгрид — это то, что приносит медиа постоянную аудиторию. То есть, постоянный читатель онлайнера знает, что он зайдет в 8 утра на сайт и увидит там 4 текста, 4 лонгрида, которых всего на сайте выходит в месяц порядка 120. Что касается цифр, есть материалы, в которых у нас люди проводят там 8-9 минут. То есть, вчерашний мой текст про талочин, в среднем там человек проводил 5-30 на этой странице. То есть, ситуация, когда человек открыл и закрыл, если рассуждать логически, то есть, возможно, здесь, конечно, может быть много факторов, но один из них, которым грешат современные медиа, это кликбейтные заголовки. Когда человек рассчитывает получить одно, оно потом открывает текст и получается совсем другое. Ну, это такой путь. Возможно, ну, возможно, он правильный, возможно, нет. Здесь я уже судить не берусь. Я хочу сказать про вот этот инструментарий аналитический, который позволяет вам, если вы видите, когда отваливается пользователь, что-то там исправить. То есть, на самом деле, если у вас пользователь на месте отправится, это какой-то косяк конкретно в этом материале, не знаю, какая-то мерзкая фотография, о том, что мы в этом стиле. Но такое редко случается, на самом деле, потому что, если мы говорим о этих материалах, над которыми мы долго работаем, как правило, они более-менее выверены. То есть, они не случайные. И там вот такой какой-нибудь прямо откровенного косяка обычно не бывает. Поэтому там вот этот отток посетителей достаточно ровный. И в конце их остается достаточно много. То есть, я вот такого в наших серьезных материалах, чтобы отваливались они где-то на каком-то таком ярком месте. Я такого не помню. Это бывает в таких материалах, которые делаются быстро, когда там действительно какая-то мерзкая фотография, что мы все там стили. Я хотела добавить, что если говорить про тотбайские спецпроекты, то чаще всего это, скажем так, цикл лунгридов, которые выходят постепенно. И каждый, по сути, к нему отношение такое, наверное, может быть более тщательное, поскольку это спецпроект, чем к рядовому репортажу какому-то. Но по итогу он собирает примерно такое же число прочтений. Благодаря вот этому цикличному публикации. Я предлагаю сейчас перейти к блоку такому механическому вопросу к журналистам и к редакторам и к главному редактору. Итак, как либо журналисты, либо редакторы, то есть как вы продавливаете вообще идею проекта, когда она у вас появляется в вашей редакции? Кто принимает решение делать это, либо не делать? И, ну, наверное, мы начнем с этого, и потом будет отдельный вопрос по нашей ниве, которая, в общем-то, из присутствующих, наверное, работает исключительно на механизме монетизации этих проектов. Я правильно понимаю, да? Или, да, как журналисты пристают часто вообще или приходится заставлять их? Ну, я прихильник думки того, что журналисты, как это рамество. Ты кожный день приходишь на працу, шукаешь новую информацию, шукаешь для ее слова и выдаешь у эфир, там, на сайт и так далее. Вось все, что ты зарабил. А лонгриды, это не рамество уже, это майстерство, да? Тому все журналисты хочутся рабить лонгриды. Вот все абсолютно, на хто у нас працуе, яны кажуть, дайте, вот гэта тема, дайте мне тему великую, значную, да? Вот мы будем пуллицеровский материал писать, пасля пададзимся, выиграем вольное слово и это будет только пачаток, да? Вось, таму уговорвать, в принципе, никого особлива не доводится. З іншого боку, конечно, что, увы, никого отрымливается, складана вельми пралечить, да? И, в принципе, таких там шмат, але, ну и доводится выбирать, потому что журналистов мало, а там шмат. Ну и тут, конечно, здараются касяки, про якие, вось, ну, прыкладна таке, як казали колеги, там, у материалов бухиваються, там, месяцы працы, тысячи километров, там, падарожжа у неких, да? А выхлоп, ну, здарается, абсолютно невеликі. Вось, прыкладна так, гэта у нас, рашыння якоя. Ну, мы, в принципе, на конту всіх материалу раэмся, але апошня слова за мной. Ну, я ж головний редактор, ну, что? У нас, ну, подход отличается в зависимости от темы, да? Если это просто тексты больше четырех тысяч динаков, то это такая текучка, да, текущая работа, обсуждение на, там, еженедельных планерках, каких-то ежедневных даже. Если речь про спецпроекты, то бывает, ну, уже несколько лет подряд мы обсуждаем, там, в начале года, какие события нельзя пропустить, что, вот, например, там, сто лет БНР, и мы, там, дело чести сделать по этому спецпроект, да, или, не знаю, годовщина Чернобыля какая-то крупная, и в таком случае мы понимаем, что мы это делаем. Вот, какие-то журналисты приходят со своими идеями, редакторы тоже приходят с идеями, у нас большая планерка, мы обсуждаем, что стоит продолжать, дальше разрабатывать, что нет, какие-то идеи сразу отметаются, ну, и потом определяемся с такими яркими точками, которые будем отрабатывать, например, в этом году обязательно, да, но бывает, что еще, не знаю, приходит фотограф в течение года с идеей, давайте делать проект про молоко, вот, про то, как приходит молоко, и он появляется у нас там в середине года, да, то есть это не то, что мы планировали, там, задолго как-то заявляли, то есть, ну, все по-разному, принимает решение, наверное, главный редактор, как-то это у нас вместе принимают. Вот Снежана правильно сказала, что у нас каждый год есть в начале года такая планерка, тут вот уже много раз это сказали, но надо еще раз на этом акцентировать внимание, что у нас по спецпроектам понимаются очень разные вещи, то есть, есть просто большой материал, который, ну, 4 тысячи знаков, это он, не знаю, его даже делают люди, не замечая, что они, оказывается, спецпроект сделали, а вот такие серьезные, там, мультиформатные вещи, где там будет задействована куча ресурсов, оно будет там пересекать одно в другое, вот это мы в начале года планируем, надо зарядить график, и мы стараемся его хотя бы там процентов на 70 выдержать и вот в таком формате. И это вот вся редакция, сидя там на планировке несколько часов, выдвигая до этого предварительные идеи в Google Doc, и потом мы все это обсуждаем, перевариваем, перемалываем, и вот так получается вот этот график больших материалов. Точно так же собирается потом команда, да, то есть круто, когда, если речь о спецпроекте, если в нем участвуют те, кто действительно хочет это делать, потому что из-за того, что на сайте у нас очень много новостей, очень много текучки, если человек не хочет делать проект, то он в итоге его и не сделает. Ну, потому что, не потому что он такое плохое, а просто потому что времени не будет у него на это, да, он будет постоянно откладывать, то есть какая-то внутренняя мотивация должна быть, чтобы там по вечерам, по ночам что-то это дописывать, доделывать. На эту тему тоже хочу сказать. Паша сказал, что у них прямо все рвутся в бой, это здорово, но у нас в итоге стало все не так. Сначала, может быть, все рвались в бой, а потом оказалось, что вообще-то это долгая работа, и это надо много раз встречаться, это надо следовать графику, выдерживать этот график, то есть постоянно тебя будут пушить, где там, давай делай, ты же подписался. Это вот коммуникация с другими отделами, там многие не хотят коммуницировать с другими отделами, это с разработчиками те надо ругаться, и вот это вот все. И в итоге люди как бы, ну его нафиг, то есть не буду этим заниматься, и остается, ну, конечно, много людей, кто хочет делать спецпроекты, но далеко не все уже в редакции хотят этим заниматься. Да, вот я присоединюсь к Антону, что на самом деле как-то у нас сейчас, если речь именно про наши спецпроекты, то прям иногда со скрипом набирается желающие, потому что работа, ну, это большой кусок работы, да, и не знаю, у нас на прошлой неделе новость про Андатру в центре Минска прочитало 330 тысяч человек, да, вот, ну. А про вот эту вот певицу, кто там она, которая умерла, вот она, 900 тысяч человек, а спецпроект может прочитать 100 или 200. Не знаю, что не надо. Не, ну все же таки, вот журналист, да, и он таки задает себе питание, для чего я пришел на гэты свет, да, ну для чего, вот я кожный день хожу на працу, да, и что я хожу, как писать новины про Андатру в центре Минска, да, и вот, калі вот гэты момент экзистенциальный приходит, да, то ну все, человек мусится, ну, или ци, он паварочивая кончатку в бок Андатры, да, ци, ну, все ж таки в бок спецпроекту. Ну, здесь еще какая-то середина, да, то есть есть люди, которые просто хотят писать репортажи, да, отрабатывать новостные поводы, развивать их, не обязательно, что он только там какие-то, ну, то есть есть люди, которые просто за ежедневную работу, такую интенсивную, и это тоже неплохо. Саша, пожалуйста, микрофоник. Саша, у вас вот команда есть, правильно? Да, мне складано сказать, потому что у моем отделе все пишут великие материалы, и все фактично займаются спецпроектами, я пазанустывала трохи, як редактор, и при намсе на редакторском узровне закликала б вельми мощно размежовывать то, что называется лонгрид, и то, что называется спецпроект. Гэта розная речи, все ж таки лонгрид гэта текст, и гэта текст, можа быть, там и 20 тысяч знаков, я калі пачынаю писать, я первый раз проверяю колькасть тысяч у своих знаков, звычайно гэта 17 тысяч, я думаю, вау, калі гэта все скончится уже урешті. Калі люди приходят, звычайно, я тепер обмежовую людей на 10 тысяч знаков, любые репортажи, які они пропоновуюсь, які они пишутся, гэта таки больше-меньш формат, на які мы тепер ориентуюся, хотя у нас были там материалы и по 25 тысяч знаков, я памятую свой уласный текст, калі я писала пра вучаніц трэнера Кныша, які там выступіли у оборону Вольги Корбу, там 25 тысяч знаков, і я з яго якраз таки неводнага знаку не хочу выкидаць, цяпер, хотя як редактор я настойваю на тым, што любый текст можна скарачаць, нават калі гэта лунгрид. Як журналісты приході са своїми темами, решэння, звычайно, примаю я, канешні, чалавек мусіць так сформаляваць гэтую тему, каб редактору було цікаво даведацца, вау, чым гэта скончыцца, калі гэта не так, ну, все ж такі, лепш за такі темы не брацца, і тембольш не укладацца ў гэта, як у лунгрид. Йось такое вельмі простое практиковання, якое я раблю сама, і якое я заклікаю таксамы рабіць сваіх журналістов, я яго узяла з піччинга у документальных фільмах, гэта лохлайн, калі ви можыці ідэю свайго вялікага праекта, а любы праект вялікі, выказаць ў адным сказі. Калі ў вас гэта атрымлівацца, і вам пасля гэта цікава самому гэтым займацца, і гэта не просто агульныя словы, не некая вялізная тема, значыць гэта варта брацца, гэта варта прапановаць там редактору свайго аддела, і далей ўжо редактор може істі до галонных редактору. Как это обычны я, як журналист, тут в основному все редактора были, я просто вот, например, вчера буквально я предложила Денису, редактору, імен, блещу, новую тему, я надеюсь, мы её будем делать, я не знаю, как это, ну, я думаю, что можно рассказать, в принципе, оно витало в воздухе всё время. Меня очень интересует тема аутизма, инклюзивного образования и так далее, и вот это уже потенциально будет большой текст, есть там семья, у которой есть ребёнок с аутизмом, и у них очень большие проблемы с доступом в школу. Как бы на бумаге есть концепция инклюзивного образования, вот это мы и хотим каким-то образом раскрыть, и то есть потенциально это будет много запросов, история, какие-то министерства образования и так далее, и так далее, очень много героев, и тут уже все понимают, что это будет большой текст, но мне вроде сказали ок. Вот, ну то есть и обычно у нас тоже это оговаривается, что там желательно 10 тысяч знаков, но как-то не получается, все равно, все равно не получается. И еще я хотела очень важный момент уточнить насчет лонгридов, больших статей и спецпроектов. Это вообще три разные вещи, и если мы говорим о лонгриде, то вот мне, например, к сожалению, не доводилось самой писать, я очень хочу, но лонгрид это такая мультимедийная статья, то есть в которой есть и текст, и аудио, и видео, и там лендинг какой-то, да, и то есть все-все-все-все-все-все-все-все. Поэтому это тоже вообще какие-то другие вещи. Мы говорим в основном про большие статьи, наверное, все-таки. Ну, лонгрид и большая статья, наверное, это все-таки с большего одно и то же, а спецпроект это уже мультимедийная какая-то вещь. Вот, ну ладно, здесь разговор не об этом, я расскажу, как это устроено в онлайнере. В онлайнере лонгриды вообще появились, наверное, сразу же с тем, как сформировалась полноценная редакция. И запрос на лонгриды поступил от самих журналистов, потому что ну, любой журналист хочет, как здесь уже говорили, больше творчества, больше работы над серьезными темами. Вот, с тех пор была сформирована какая-то сетка лонгридов, лонгридов, они выходят каждый день в 8 утра, в будние и выходные дни. Вот, обычно журналист предлагает тему главному редактору, мы обсуждаем ее, если после наводящих вопросов главного редактора у журналиста еще остается желание спорить, доказывать, он спорит, доказывает, если у главного редактора после этих аргументов журналиста не остается контраргументов, значит, наверное, журналист самел его убедить. Бывают такие вещи по обоюдному согласию, когда и журналисту нравится, и главному редактору нравится, и все хорошо. Вот. Темы могут быть абсолютно разными, здесь мы не привязаны абсолютно к количеству просмотров, неважно, то есть набирает лонгрид там 100 тысяч знаков, но это считается такой, ну, хороший уровень, значит, вот молодцы постарались, 100 тысяч просмотров, вернее, простите, не знаков. Вот. Бывают тексты, которые там собирают действительно 10 тысяч, но редакция не хочет от них отказываться, потому что, ну, это, если тема крутая, вот, ну, если она интересна какому-то определенному кругу читателей, то, ну, не стоит отказываться от этой темы, потому что, ну, таким образом мы отказываемся от какого-то количества своих читателей, которые, ну, ежедневно заходят на наш сайт, чтобы найти именно это, то есть, поэтому у нас регулярно выходят тексты Татьяны Орловой про театр, то есть, раз в месяц мы их сейчас публикуем, мы понимаем прекрасно, что это не будет какой-то бешеный трафик, вот, но у этих лонгридов есть своя аудитория, это люди, которым интересен театр, это люди, которые приходят именно за этими текстами на онлайнер, вот, ну, все зависит от того, кто пишет, как пишет и какова тема. Мне здаяцца, что мы абсолютно не с того почали, и нам трэба пресвятить некальки хвилинау на азначэнне лонгрида долгага артыкула и спецпроекта. Ну, я выкажу свою думку, махчима хто-небудь со мной паспрачается ци дополнить. Мне здаяцца, что лонгрид можа быть и тысячу знаков, и 3000, и 40 тысяч. Головная прэкмета лонгридов это мультимедийнасть, это собранность з великой колькасті элементов розного кшталту, які з розных боков ци распавядаюць історую, ця показываюць некую ситуацию, ця падзеюць и так далі. Тобок лонгрид можа быть маленький, але на распрацовку тых элементов, з яких он складается, можна на один экран поместиться, я не ведаю, калі ата инфографикай вырышена. Вось, идеш мать часу і высілку. Великі артыкул, ну, так сам заразумела, напрыклад, артыкул 10 історій беларусова, які пачали размавляць по-беларуску. Он не можа быть маленьким, таму, шо там 10 історій. Ну, треба распавецці 10 історій людзей. Йон велікі, ў ім шмат знакаў. Вось, спецпраэкт, гэта некі праэкт редакціи з кім небыць яшчэ, напрыклад, з якім небыць рекламадаўцам, які мая, ну, конкретна мэту взаимовыгадная супрацовніцтва, да, з мэты, там, зарабіць грошы. Калі, ну, не ведаю, пагодзімся мы з гэтым тіне. Я бачу, што Александра там нешта хаць я не пагаджаюся, канешне. Я не пагаджаюся, тому, што, ну, п'ёсць класічная вазнашэння, ўсё ж такі лонгрыт гэта тое, дзе спосабам спрэйняцця і перэдачы інформація з'являецца тэкст. У ангельска і у анкламовны традицій гэта от тысячы до, там, п'ятсі тысячаў словаў і так далей. У нас гэта па тысячах знакаў мы лічым. Чаму гэта важна сапрауды, тому, што мы па іншаму просто будуем стратэгію падрихтовкі, редакція будуе стратэгію падрихтовкі гэтых матэріялаў і таго, як яна пасля будзе іх маркітаваць, як яна пасля будзе прапановаць іх свайму чытачу. Можжу, ў вас нема аудиторій, якая любіць чытаць. Можжа быць, гэта зусім маладая аудиторія, якая любіць глядзець віда, якая любіць глядзець фото. І им прапановаць тэкст на 20 тыс. жнакаў, ну, гэта забойства, гэта на суперак іхным інтарэсам. Можжу, ў вас просто нема людзей, які умеюць добры писаць. Гэта таксама так бывае. Можжу, не варта мучыць сваіх журналістаў, які выдатна умеюць перадаваць навіны, але ў іх нема стыль, ў вас нема редакцій літературных редакця. А вот веду, што у онлайнеры, якраз такі выключная сітуація, ў вас ёсць такіх класічных прикладов, от калі мы чыталі ў Нью-Йорк Таймс расследвання фэру пра Вайнштайна, гэта класічны лонхрыд. Той, што робіць Нью-Йоркер, найбольшас расследвання, ў які робіць Нью-Йорк Таймс, гэта класічны лонхрыды. Там ёсць фатаздымкі, але яны просто структуруюць гэты тэкст. Гэта вялізны абйом тэксту, які вам трэба ўспрымаць. Спецпраект, я ў вуглі не люблю гэтага вызначэння, па-мойму, якраз такі ў англомоўны журналістыццы гэтага нема, і я згодна якраз такі спала, што да, гэта некі мерапріемства, яка прадпрымая редакція ў метах реклямных і так далі. Ёсць мультимедийная гісторія, гэта тое, што складаецца з розна гакшталту контэнта, ў чым кожны з гэтых кавалкаў контэнту мусіць быць самастойным, ён мусіць расказываць гэтую історію якбы абсалютна асобна ад усіх іншых, і разам яны складаюцца ў праект. Ну, вот гэта два, две такі штукі. Спецпраект я паднесла якраз такі да, не знаю, маркетингвай стратэйгі. Дяку, Віалікий, я пагаджуся і хачу перадаць слова Настасі. о том, щоб ці ідеї монетизірувати. І спецпраекты, ўсловно, ми їх так назовем, больші проєкты, длинні форми, вони появляються, коли є каоєто коммерческе партнерство. І я хотела спросити, як багато ідеї вообще не знаходять партнеров, що ви с ними делаєте і які ідеї, наприкер, не нашли своїх партнеров? Може бать, я ще скажу два слова про то, як у нас визначається, што ми будем писаць у редакції, журналіст приходзіць і прапаную тему, наприклад, великую, я хачу паехаць ў такуюта вандровку на два дні і написаць про то і то і то. Ну і што робіць галунний редактор? Йон ацэніває, і он на два дні страчвае репарцёра, за гэтай два дні репарцёр мог написаць 4 тексты, які там агую сумарно наберуць умовне 40 тысяч праглядав, умовна, писаць, тема може бать і класная, але, наприклад, той максимум, які галунний редактор оцэніває, і он назбірає 15 тысяч прагляду. Ну і все, і математично все вельмі видавочно і зрозуміло. Наво, што тратить силы на то, што будзе неуспринята аудиторія у тем абйомі, в якім може успрямаць звичайна репарцёрська праця, што дзённая. Тому, калі журналіст хоча на два, три, чатырі дні выпасті з репарцёрська праця, яму трэба патлумачыць, пераканаць, што вось яго текст назбірае великую колькість прагляду, гэта будзе резананс, гэта будзе там репосты, грамадськая значнаць высокая, табок, пераканаць у тем, што ян будзе запатарбаваным. А галунный редактор, пакуль калі ян кожны дзень оцэніває наведвальнаці партала і чатанасць матэріалу, і он выдатна, разумея, вельмі реалістычна, колькі якая тема збере, прыкладно, ўжо там ў галаве, маючу загаловык, што гэта може быць з гэтаі темы. Тому, якбы, все вельмі прагматычна, але гэта вельмі і раціянальна ў нашых умовах, пакуль кі мы працюем на великую аудиторію, для нас вельмі важна, каб наші тексты балі папулярныя. Калі мы бачым, што нікія темы не чатаюцца, то наше рашэнні не пісаць на гэтаі темы, таму што, ну, наво што пісаць то, што людзім не трэба. Тому, якбы, все вельмі раціянальна, все вельмі просто. З гэтаі прычыны ёсць класная махчымыць ў нас пісаць великі, долгі тексты ў сваё там задавальнення панікалькі дзён, гэта каліны камірцыны, таму што редакція мае з гэта га прыбыткі, для мяне важна якась тексту, як редактора нашых всіх лонгрыдаў, і мы над гэтым працуем, так, вельмі довга, вельмі плённа, можам там тыднямі узгадняць з гэтым матеріалы, дапрацоваць, і, ну, тут ёсць сэнс для редакціі, тут, да, мы атрымалювам з гэтага грошы, журналіст мае вся таеш редакція платіць, але тут ёсць конкретна закладзіна ў бюджет праекта, сума, яку я трымае журналіст, яго ганарар, журналіст, фатограф, там, апіратор, чалавек, які будзе ўсё гэта верстаць, і ўсё гэта адразу закладаець ў бюджет, і, да, звычайна, найлепш прадаюцца доўгі класны, унікальны історіи, чому? Тому што, ну, рекламадаўцам важны свой там, імідж, важна інтыграваць прыгожа свой бренд, і мы, от, стараэмся адшукаць такі ідеї, ніякі класны, які не ляжаць на паверхні, так, што мы можам, ну, суперкласна зарабіць, і дзеяне будзе выглядаць, ну, выигрышна. Тому, звычайна, да, всім буйным партнёрам мы прапановам, мінавіта, формат спецпроектаў, но мы, наприклад, называем спецпроектами ясше такі цыклы матеріалу, наприклад, там, беларускі герайні спецпроекты, гэта 12 лонхрыдав пра беларусак ў гісторі, ну, і сучаснаці, які там адметны, якімі трэбе захопляцца, і га нарыцца. Мы называем гэта спецпроект беларускі герайні, ну, гэта 12 лонхрыдав, ўнутры якого знаходзіцца. Ну, вось, для нас гэта зразумелая значэння. Тобок спецпроект, гэта праект, гэта цыкл, ну, гдзе ёсць шмат складнікаў. Я штось ця не знам? Да, ідээ. Канешня, всім хочацца, каб был выбар, таму, наприклад, ёсць запыта ад рекламадалцу, мы ма прапановаем, наприклад, 8, 9, 10 ідэй, які ў нас ёсць, ну, вось, для яго. Яны могут вельмі близка дай яго быць, тобок интэгравацца вельмі просто, наприклад, машына падароўже, можа быць штось ця вельмі далекая, тіпу, при ёрбанк і Віктор Мартінович, тому, што Мартінович ў близка вена, і вось так вось закрутіць. Тобок, парозному бувае. І ўжо рекламадалца сам вызначаю, наколькі ён гатавы адысти ад прямой рекламы. Тобок, наколькі ёму важна интэграваць конкретна свой продукт. Любой аму важны імідж, но ўэта для нас, канешні, найбош ўдячная справа, калі мы робім то, што нам хочыцца, просто інтэгруючы туды визуальна брэнд. Гэта вельмі просто зарабіць, прыгожца зверстаць, панатыкаць лагатыпаў, і, якбы, і класны, і все задаволіны. І той, што не прадаецца ідеі, які ў нас застаўцца, канешні, наприклад, наш партнёр, набывае там два матэріалы, сім ідэй ў нас ляжаць ў запасі. І ў мене цепер, наприклад, там ўст великая течка з презентаціями, і цепер яны ўсце гуляюць уже па третьім, четвёртым колі, кожны ход, пераходзець ад адных до других, і паступовы, яны всё равно на всё прадаецца. Тому што, канешні, калі абсалютна някі новы партнёр з іншай сферы, то да, мы сідаем і з нуля штосці там распрацовываем, але цепер ўже класно, што ёсць такі напрацовки, які, ну, якбы, вечны, і они не стареюць, ніхто не робіць на тэі темы, на які мы прадумалі, дзякуй Богу, матеріалы з нашых каліх. Тому, пакуй, што, всё гэта ляжыць, але яну ляжыць, і піряадычна перезагрузка адбываецца. Тобок, мы просто туды інтегруем іншы бренды, і зіст пробуем прадаць пановы. Ну, і мені здаецца, што гэта найбайш выграшна, таму, што не хобіць ніяких креатывных там сіла ў ніякой команды, калі што раз кожанаму пропановаць па 10 новых ідей. Ну, табак, трэба кожанамі цэлымі днямі сідець і вот па 10 ідей, 20-30 ніяких класных выдаваць. Но мы ўсць ж такі не машыны, мы людзі, тамо ўсць так сама такая креатывная стомлінасць, назовём гэта так. Но яна ўсць класна, калі ўсць так вось рейнкарнуецца. Дякую, Великий. Я предлагаю переходить к блоку, который посвящён как таковым ресурсам в любом смысле этого слова. И на самом деле хотела бы попросить наших спикеров ответить на несколько вопросов. Во-первых, насколько с вашей точки зрения дорого делать большие материалы, дорого в смысле ресурсов, в смысле дорогих специалистов, владения какими-то специальными инструментами, либо сейчас это не так дорого на самом деле становится. И как вообще происходит работа над материалом по времени, сколько это занимает от и до. И вот немножечко мы затронули, да, гонорарные какие-то вещи. На самом деле, если вы журналист, и довольны ли вы гонораром, отличается ли этот гонорар от того, что вы получаете, то есть, ну, как-то, есть ли какая-то компенсация дополнительная на эти трудозатраты, которые все-таки требуют, да, и вообще, что мотивирует, если не деньги, и, понятно, идея деньги, может быть, что-то еще. Я предлагаю начать с фланга онлайнера. Ну, насчет затрат. Затраты — это работа штатного журналиста и штатного фотографа. А у вас только штатники, то есть фрилансеры у вас не занимаются? Нет, у нас... Мы рады внештатным авторам, просто у нас, ну, высокие требования достаточно к материалам. Вот, поэтому, ну, бывает, что внештатники, они исчезают на стадии «Придумайте пять тем». Вот, ну, это самая популярная, распространенная стадия для внештатников. Вот, бывает, что нас не устраивает качество разработки темы. Вот, ну, такое тоже случается, от этого никто не застрахован. Но вот в зале даже присутствует одна наша внештатница, Таня Шуркевич, студентка журфака БГУ, которая с нами уже, ну, не первый месяц сотрудничает пишет регулярно, пишет хорошие тексты, скромно улыбается. Вот. То есть у нас нету правила, что только штатные журналисты, но внештатные авторы получают гонорар штатных журналистов. То есть здесь, ну, все по чесноку. Вот. Что касается того, довольны ли журналисты оплатой, ну, я думаю, я думаю, что если бы были недовольны, они бы предпринимали какие-то меры. Вот. Зависит ли степень удовлетворенности и степень заинтересованности в лонгридах от размера оплаты? Ну, я думаю, журналистика – это не та профессия, где все привязано к деньгам. Вот. Здесь есть какие-то личные амбиции, собственное желание развиваться, делать крутые вещи и, ну, усовершенствоваться. Потому что, ну, человек, который там может себя назвать абсолютным профи и док в журналистике, который уже всего достиг, ему, вероятно, стоит уже менять профессию, потому что, ну, это путь в никуда. Вот. Поэтому… А что касается вот ресурсов, именно то, что зависит от редакции, как много редакция вкладывает именно трудозатрат человеческих, каких-то уникальных специалистов в создание лонгридов? Либо это все-таки… Смотрите, я же озвучивал цифры в самом начале. В онлайнере есть четыре раздела, в каждом из которых работает в среднем по четыре журналиста. Они производят в месяц около 120 лонгридов. Хорошая цифра. Вот. Ну, выводы делайте сами. Спасибо. Мария. Я все-таки останусь при сомнении, что большая статья и лонгрид — это разные вещи. В том числе и потому, что большую статью… Ну, я сознательно, например, иду. Вот Саша правильно все говорил про амбиции, про желание сделать что-то большее, чем новость и так далее. Поэтому мы сознательно на это идем. Журналистика моя не основная профессия, поэтому я в основном этим занимаюсь в нерабочее время. То есть выходные на это трачу, вечера — это довольно затратная история. Но вот надо было Гудилина пригласить, потому что вот он как раз делает такие вещи. Вот та история с Приорбанком и с Белгазпромбанком. У нас Сергей был на предыдущих медиатурках. Вот мы просто с ним это обсуждали, и вот он говорит, да, что это затратная штука, тут и основы программирования, и дизайна надо знать, чтобы сделать настоящее, что-то подобное к лонгриду. Ну, на статью ты, конечно, тратишь не так много ресурсов, потому что это твоя работа и работа фотографа. Если мы говорим про лонгрид, здесь уже может быть видеограф, человек, который верстает, делает сайт, дизайн, инфографики и так далее, и другие вещи. И вот это уже будет влетать в копеечку. Либо ты сам все это осваиваешь и делаешь, либо нужно целую команду под это подключать. Это очень интересно. Я хочу такое сделать, но я не знаю, как пока. Потому что я фрилансер в этом смысле. А может быть, Александра нам расскажет, сколько вообще максимальный человек может участвовать в команде? Конечно, это верьме затратно. Любая прац с великими форматами, начиная от лонгридов и навык от якостных репортажов, означает, что у твоем штате мусить працювать с правдными профессионалами. Ты сразу уже говоришь с ними заробок. У нас працюют только штатные журналисты. И, конечно, месть такого профессионала, это уже затратно для редакции. Она уже уклалася в то, как это человек дае пришло. Кали мы кажем про лонгриды и про тексты, все же таки лонгрид – это история. Каб яна отрымалася добрая, человек мусить яе пережить разом со своими героями. Это великие моральные и психологичные затраты. Я думаю, что кожный журналист с гэтом сутыкается. Кали ты пишешь классный лонгрид, это означает, что ты за ваши кольки, 40 житов проживаю за один месяц. Я неупаўнена, что такое человеку саправдым акчимы, якими грошима гэта можно все купить. Але я думаю, что некальких историй у месяц, конечно, человек може перажить. Гэта дорого таксама и у плане ресурсов. И для нас таксама. Я лишу, что у нас кожный журналист мае такую мету перед собой, амбицию разбирацца. Якраз таки, при нам все учцы МЛСС, это як просто нешта апрюерная. Таксама нас заужды рыхтавалі, каб мы валодалі усімі мультимедийными навыками, таму, что мы выходім ў поле, гэта значы, што мы умеем фотографаваць, мы умеем задымаць, калі гэта нешта экстрэнная. Але ўсё адно, калі мы працуем над лонгридами, калі мы працуем над мультимедийными історіями, профессионалізація там даведзіная просто до максимума. Фатограф робець свою працю, ён робець свою визуальну історую, а вида операторнен робець свою історую, пасля ў нас ёсць продусар, які зводзіць гэта ўсё адмысловы код, ў нас ёсць асобная каманда соціяльных сеток, яка працюе мінавіта над маркетингом вялікім історі, яна перавёрствая їх под кожную конкретную соціяльную сетку, каб яна там гляделася і магла прачитаць, таму, што ў нас іншая система монетызація, а триму, у нас 60% трафика іде соціяльных сеток, гэта значы, што мы любой свой продукт мусім распаўсюдзіць на некалькі форматаў, і на гэта таксама загладзіныя гроші, на гэта таксама ёсць спецаальныя людзі, які умеюць толькі гэта і займаюцца толькі гэтам, табук сядзіць зяўшынка ўласныя, яна лепіць гэтае сторіс што дня зранку да вечара, і ў тымліку яна пераводзіць ў сторіс гэтае лонгрыды і спецаальныя праекты, таму, канешні, не кожная редакція може сабе гэта дазволіць, гэта дорага на ўсіх этапах, і таксама я вот заклікаю не забываць пра гэтае моральныя выдаткі, які не ся журналісты, які працюе над такімі історіями. Ну, я думаю, што людзі, ў принципі, задаволіныя, ну, пры нам сі, калі яны не сыходзіць, то так. Ну, да, це трудозатратно, як все тут согласяться, я думаю. Але ми постаралися це все встроити в редакційні процеси. Тобто це не сваливалося однажды якимось таким большим тяжелым грузом і останавливало роботу редакції. Вот поэтому ми і встраєюємо ці встречи в начале року, коли ми як-то планируємо для себе. А вот такий вопрос, як в Тутбай це состоїть? Тобто ці журналісты, вони наврема освобождаються від своїх рутинних якісь-то об'язанностей? Нет. Тобто це йде параллельно роботи? Параллельно, да. Ні, 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 ні. Тобто це, ну, у нас в штаті багато людей разнопланових. Ну, тому, як я вообще займаюся інфографикою, і все те, так скажімо, спецпроекты чи лонгриды мультимедійні, які я займаюся з журналістами, вони, як правило, все-таки мультимедійні, вони всі мультимедійні, т.е. там не може бути тільки текста. Т.е. там буде багато всього, там смішення форматов. І це довго. І тому вони так в течіні годів все делаються, 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 і не останавливається, ну, нічого, тому що все знають, що буде в следующем, що буде параллельно з тем проектом, який ми робимо зараз. Ми знаємо, коли ми їх починаємо. Ми, грубо кажучи, знаємо, що через місяць анонсувано начало какого-то очередного проекта. І журналисты, в принципі, знають, що вони будуть з ним участвувати. І як-то так. І насчет затрат трудоресурсів разних спеціалістів, да, це дуже больші затраты разних спеціалістів. Т.е. у нас, в основному, це штатні спеціалісти. Т.е. це і дизайнери, і разработчики, і верстальщики, і редактор, журналисты, і інфограф, фотограф. Ну, все, в общем, ці люди, просто це їх штатна ставка. Ну, іногда ми привлекаємо фрилансерів, але це происходит как-то, пожалуй, по іниціативі цих фрилансерів, і редко це такі случайні епізоди. Вот, як-то так. Слежана, а є ли какая-то, не знаю, система, возможно, якщо це можна озвучити, як-то, якщо людинаєється якийсь крутой текст, який викликає прям волну, як-то йому якийсь коэффіцент к повшению гонорара пресваивається? На самом деле, сегодня здесь сложно, потому що ми настільки про разные вещи говорим, що як-то зовсім тяжело. Якщо речі йдет про тексты, наприклад, які виходять у нас в рубріки «Ексклюзив», то, що, наверное, то, що завжди більше 4 тисяч динаків, завжди репортаж, некая ексклюзивна наша інформація. У нас существує така система в начале недели на очередной планерки, ми выбираємо матеріал недели. Часто матеріалом недели може казатися текст із цього ексклюзива, такий, не знаю, лонгрид, не лонгрид, большой матеріал. Ну і це ніяка надбавка к обычному, навіть не гонорару, к обычной ставці журналиста, в конце місяця це вливається в ніякну надбавку. Що-то вроде премії. Що-то вроде премії, да. Якщо ти нескільки раз за місяць твой материал, выбирали матеріалом недели, то вот у тебе що-то вроде премії получится. Це якщо речі про такі текущі матеріалы, якщо речі про спецпроект, наприклад, який ти ведеш, то в цілому це теж в конце може булиться в нікую премію за вот эту сверхурочну роботу, за способність, не знаю, объединить команду, найти какого-то эксперта, консультанта. Иногда, например, у нас мы обращались к экспертам, когда готовили спецпроект по репрессиям. Там нужны были такие люди для того, чтобы, не знаю, найти базу данных подходящую. Просто иногда нужны эксперты. И это зачастую как раз-таки эти внештатники, которые иногда получают гонорары как раз за свою работу. То есть очень разные подходы. Ресурсы, да, смотря… Я тут еще тоже оговорюсь, что на Тутбайе спецпроекты редакционные чаще всего некоммерческие вообще в абсолютном своем большинстве. И тут мы, наверное, у нас есть вот отличие от коллег, спецпроект редакционный чаще всего некоммерческий, но в компании в целом есть отдел коммерческих спецпроектов, который занимается как раз тем, что ближе к рекламе уже, да, скажем так, мы делаем то, что, ну, делаем журналистику, скажем так. Ну, это разные журналисты, задействованные в этих редакциях. Да, да, но иногда случается такое пересечение. Например, у нас был проект «Путешествие по Америке». Несколько журналистов редакции 42 Тутбай, фотограф, и еще наш региональный корреспондент путешествовали по Америке, писали такие журналистские репортажи, там, при желании из них книга может получиться. Но это все было в партнерстве с Самсунгом, по-моему, да? Да, там были у нас партнеры, вот, и здесь вот случилось такое смешение. Конечно, это было дорого, и редакция в одиночку наверняка бы такое большое путешествие не оплатила. Можно еще смешение вот этих коммерческих и некоммерческих интересов. У нашей Нивы, все-таки, потому как это одна сущность, они могут продавать, ну, все, что есть на продажу, как бы вот все, что оно есть. А потому как у нас есть выбор, мы тоже же пытаемся продать эти редакционные спецпроекты. Но они, как правило, сложные, и там, ну, рекламодатель хочет больше. А он в то же время может получить это больше легко в отделе коммерческих спецпроектов, которые как бы больше делают нативку. Естественно, как бы, ну, продают они их. Ну, и это нормально. Поэтому у нас вот редакционные именно спецпроекты, которые не подгибаются под рекламодателя, продаются сложнее, сильно сложнее. Практически не продаются. Спасибо. Настя вот, кстати, много рассказывала уже о том, как это есть. Но вот я бы хотела уточнить. Вот в то время, когда журналисты работают над каким-то проектом, они в то же самое время, как и на Тутбай, занимаются своими основными? Или все-таки они освобождаются от нагрузки? У любого коммерческого проекта есть строгие дедлайны, которые нужно выполнить кроузносы. То есть, когда дедлайн празд месяц, окей, можно заниматься с чем угодно. Ну, я просто буду контролювать, как бы потребный час, там мой менеджер отримал готовый текст, який он повинен после дня, два, три, сколько там закладено, несколько дней он узгоднять с клиентами, и после уже мы публикуем. То есть, параллельно он может работать материалы. У нас большая, абсолютную большая наших лонных ридов работают наши штатные авторы, у которых просто есть квалификации, компетенции, для того, как бы их написать. Когда кто-то круто разбирается в историю, у нас лонгрид завязанный на истории, то ведомо, что мы будем просить его, как бы он просто классно раскрыл гэтую тему, потому что никто, кроме его, лепш не зробит. И нам на шмат простей, на шмат больше выгодно даць гэтую тему нашему штатному человеку, чем просить к гостю пазамежами редакции, потому что, по-перше, за все дает питание, на кольки человек зможе дослаць все по наших стандартах, употребный нам час, потому что с позаштатными ауторами часто тяжко працавать, бо ты не можешь их контролевать тут и зараз, просто там не знаю, кто с тебя в полный момент перестанет дымать телефон, и тебе доведеться после разруливать все ситуации с твоими клиентами, партнерами. Что я хотела сказать про кошты, что они вылечиваются вельми просто. Я человек, который працует с личбами и с ценами, вермя, теперь выразно бачить картину, и, прикладно, в кольки разов больше каштуе лонгрид, чем не лонгрид. Например, уявим, что есть умовные 10 рублей, которые каштуе журналистский текст. Лонгрид будет каштовать умовные 30, 40, 50 рублей, в зависимости от его складанности. Кольки часу ему треба будет потратить на это. Плюс додаем фото, еще 10 рублей. Плюс додаем видео, еще 20 рублей. Плюс додаем дизайн верстка, плюс 30 рублей. Плюс додаем створение ленд-пэйдж, еще 10 рублей. Плюс додаем специальные материалы для социальных сеток, еще 10 рублей. Плюс додаем промо-материалы социальных сеток, еще 20 рублей. Так как сами разумеете, что кошт одного текста, просто можно выдачь журналистский текст за 20 рублей, можно выдачь лонгрыд за 200 рублёв. Ну, отповедно, вот тут редакция начинает думать, а ци треба нам гэта. Тому што одна справа, коли платить рекламодавство, и мы платим ганарары, плюс платим падатки с ганараров, плюс еще что-то зарабляем. Другая справа, коли гэта платить редакция, плюс редакция платить падатки, плюс гэта все накладки для редакции, так и думки про то, чем жить всем нам, нашему коллективу. Тому питание лонгрыда за все достать в острае, и тому у нашей Нивы позиция такая, что чем складаннейший проект, тем больше мы зацикавлены тем, как бы яго продать. И когда есть суперклассная идея, мы идем до суперклассных брендов, які мы ведаем, могут я ее подтримать, потому что они так самым сучасные, технологичные, и мают велизарные бюджеты из того, что они делают. Например, там той же Самсунг. С суперклассными идеями мы идем до Самсунга, потому что мы ведаем, что они круты, и они могут гэта подтримать. Ну, например, с дорогими идеями. Но есть те, кому треба просто что-то больше просто, и кто не готовы выкладать такие гроши, ну, такие информационные продукты. Ну, у нас нема пазаштатников на Юра Радео, таму все Лангриды робятся силами редакции. Вот то, что во всех есть гонорары, у нас нема и гонораров, так само, у нас журналистов есть ставки, вось, гэта их крыху разбэшчвэ, але, калі яны включают сумлэння, то, в принципе, все робятся вот им объеме, а где это я кнопка, что включаю сумлэння? Я включаю сумлэння, хорошо, часы часу. Вось, і знову же я імкнуся вызваліць журналістов, які заняты лонгрыдами ад цекучки, але часы часу даводзецца, калі адбываецца некая падзея па спецэціалізацій, вось, таго ці іншого журналіста, адрываць яго, і казаць, вот напиши хутінька на вину, там, ція ше што-небудь. Што да кошта, то, ну, мы імкнемся прадумляць і реалізоваць такі лонгрыды, які каштуюць не шмат. У нас нема айтішнікаў, праграмістаў ў штатця, гэта нас вільмі адмяжовы, але, ну, не можам, мы на тыя грошы, які у нас ёсць, знайсті чалавека, які працаваў фултайм там у нашій редакцію, будоваў бы гэта лонгрыда і праграмаваў бы іх, да, вось, выйці на гэта ўзроўень, гэта реальна вільмі дорага, вось, але, мы, напраклад, мы можам сабе дазволіць паехаць адправіць трох чалавек ў лоў, паглядзець, як там проходзіць дзень твя розыцца, да, вось, в прынцапе, экономія на алкоголі, як минимум, тут адбываецца, таму, што набыць яго там немахчыма, вось, ну, але можна ўявіць затраты, прыкладна, гэта, даехаць да лоў, а вернуць назад, там пражыць, ну, плюс некія суточныя, лоў далёка. Ну, ў вас журналісты самі і відеа здымаюць, і фото робяць? Ні, ў нас ёсць, ну, ў нас ёсць, Раман Пратасевич, які робяць фото, на узровні, ў нас ёсць відеа-апіратор, які здымая відеа, але я далёкі ад думкі, што журналіст можа здымаць відеа на узровні професійнага апіратора. Была такая гульняў конвергенцю, некалькі гадоў таму, ўсім мы хацелі навучыць журналіста ўсіму адразу, вось, каб і экономіць, каб былі крутые журналісты, которые ўміюць і ў эфір выісті і змантаваць гук, і сфатаграфаваць, і апрацаваць фото, і зняць відеа, і адмантаваць, вось, але гэта ўсё ж такі наносіць, ну, ці чалавек гений, саправды, вельмі крутый, высака платный спеціаліст, вось, ці, всё ж такі, страты па якаці, адрымліваюцца відаучныя. Тому не ад, ну, всё ж такі, спеціальнія людзі працуюць. Я предлагаю нашым спікерам відповідь на последній, скажімо так, пул вопросів, і тогда ми примем нескільки вопросів з зала. І так, пажалістя, кастрій із спікерів, подумайте, що взагалі дають ландгриди для вашого медіа, для медіа, на котрій ви роботаєте. Лояльна аудиторія, може бути, це якісь цілищні амбіція, але ми панімаєм, що єсть якісь журналісты, так называймі, звізды, які загораються після якіхто многочисленних ярких матеріалів, і що прайсходзіць з трафіками, якщо ви можеште озвучить якісь ціфры. В общем, для чіго? Ну, ўжо казалі, што ландгрид гэта статусны матеріал, які виклікає павагу, тобто, єсть ва ўсіх прикладна аднолькове новіны, ў нас ў Беларусі, такі парадок, што, каліна віна з'являецца на нашай ніве, прас 10 квілін яна з'явецца на харты, прас 40 квілін он на яурарады. Там і працюємо чатырі разы паволі нічмы харты. Вось, але сэнсу тым, што, вось, гэта ландгриды, ну, не ветліва перадруковаць адзіну аднаго доўге крутые матеріалы. Ну, і не гэта виглядаць будзе вельмі тупа, да, таму ландгрид, гэта эксклюзіў, які дазваляе меды імець свой твар, які дазваляе выкласти некі пазіцыи, ну, і статус. Трафік, часа часу гэта, добрый трафік, часа часу дренны, часа часу, мы не ўгадываем, вось, ну, яшчо, вось, напрыкла... часа часу добры, часа часу дренны. Ну, да, ну, але мы нават не вызначыліся, што такой ландгрид, цягам гэты размовы, да, ну, і якбы, ліжбы, ну, от я могу сказаць, што мы імкнімся, паколькі мы маем польскую редакцію, мы імкнімся робіць інтерв'ю з розными, крутымі паляками, да, і вось інтерв'ю з такімі людзьмі, як адам міхнік там, як ле хвалянца, яны чытаюцца, сім хвілін плюс, да, і яны вельмі добра чытаюцца ў Беларусі. Ну, с чаго я раблю в існову, што Беларусам, відаць, цікавая інтерв'ю з некімі крутымі, замежнымі інтелектуаламі, зорками і гэтак далі, гэтак далі. Я не веду ландгрид віта ціне, вось, але вось текст пралоеў долга чытаўся, іншыя тексты такі, вось, яны чытаюцца харашо. Я задаволіна і тым, які афект яны даюць. Я хотела бы показать вот этот материал Марії, кстати. Это, к слову, о том, что другие медиа, чтобы не перепечатывали. То есть этот материал послужил, в общем-то, исходником для того, чтобы многие медиа на эту тему хотя бы начали. И еще предыдущий, но после этого просто была серия материалов, с экспертами и так дальше. Давайте мы передадим Марії слово, сломаем немножечко очередность. Ну, вот это наш последний материал, в котором мы объясняем, что, собственно, имелось в виду под социальной проституцией, что на самом деле это не та формулировка неловкая. На самом деле есть сервисы во всем мире, которые помогают людям с инвалидностью решать вообще очень важную проблему. У многих из них нет личной жизни. Здесь очень много ссылок на западный опыт, там США, Канада и так далее. Но как бы, да, начиналось не с этого, а там у нас есть ссылочка. Ну, короче, неважно. Это было интервью. Я просто хотела спросить. На нас хорошо хайпанули. Ну вот. И что ты как журналистка, да? То есть что ты в этот момент? Ты радуешься, когда перепечатывают? Вообще, ну, насколько я могу понимать, у нас в редакции мы радуемся, когда наши материалы перепощивают со ссылками, понятное дело, другие медиа. Обычно это делает, по-моему, ситидок чаще всего. Вот, да, это исходник. В случае с интервью Сашей Авдевичем я была шокирована, да, наверное, реакцией, вообще реакцией тех, кто прочел. Ну и, если честно, то там материал, который там выдал тот же ситидок, я была тоже расстроена этим материалом, потому что, на мой взгляд, он был необъективен. Ну, это их дело. Но они сделали два материала даже после этого. Они сделали один с комментариями, и второй, по-моему, просто то ли передруковали, перепечатали. Ну, была волна публикаций в разных медиа, когда это просто тема, выведенная в публичное пространство, она послужила таким, как бы, толчком к тому, чтобы ее уже понесли другие медиа. Хорошо. Ну, да, на такие темы просто не говорят, но я считаю, что надо обязательно. Обязательно надо говорить. А насчет еще очень важной истории, конечно, про неловкие формулировки. Просто Саша, на самом деле, очень крутой герой, и для журналистов особенно, и вообще в целом это такой, он настолько искренний, и вот как есть, так есть, он и говорит. И, конечно, травля в соцсетях, она таких героев и вообще людей, которые говорят, как думают, она будет их пугать. И то есть они будут еще хуже соглашаться на интервью, на откровенность. Я даже не знаю. Вот эта дискуссия меня расстроила. Мы не будем сейчас как бы уходить уже в другую тему. Раз уже микрофон у тебя оказался, расскажи, пожалуйста, что тебе лично дают большие форматы, не будем называть это словом лангриды, любые большие форматы. Что это для тебя, как для журналистки? Ну, на мой взгляд, это единственный, наверное, способ хорошо раскрыть тему, как-то ее проанализировать, прожить, показать максимальное количество каких-то сторон этой темы. Для меня вот это вообще крайне важно. То есть ты видишь в этом свою миссию, миссийность какую-то? Ну, я бы так не стала называть, это очень как-то странно звучит. Ну, я считаю, что да, такие материалы должны быть, люди должны больше понимать о проблеме, больше вдумываться в эту проблему и как-то видеть как-то картину шире. А большие материалы позволяют эту картину видеть как бы сверху, как бы более цельно. Это важно. То есть в четырех тысячах знаков или в двух минутах ты не успеешь вообще ничего сказать. Ты порежешь все, и там не будет ни искренности, ни глубины, ни сторителлинга, ничего. Поэтому я, конечно, да, за большие форматы. Александр, наверное, может быть, несколько слов про трафик, что... Ну, я частично уже говорю, что нам дают лонгриды. Это и наш постоянный читатель, который каждый день свой начинает информационный с онлайнера, открывает его в 8 часов утра. Это и творческие амбиции журналиста, это и трафик, и имидж издания, потому что, ну, я думаю, что такие вещи, допустим, как вот наше расследование про масло, они напрямую влияют. Вы можете потом посмотреть спецпроект. Да, то есть это целая серия публикаций, но мы же все сейчас смотрим сериалы, и вот мы такой тоже сериал решили сделать с продолжением. То есть это человек, который остается с нами и читает каждую новую серию, это мы считаем важно. Так же, как любой цикл каких-то репортажей, объединенных одной какой-то сквозной идеей. То есть какие-то вещи, которые у нас происходят циклично, это, допустим, и тексты Дариуса, которого можно назвать человеком-брендом, которого читают, «Спасибо, Дариус!» это такой микро-шутка в онлайнере. То есть это хороший текст, под которым могут перепутать авторы и написать «Ос, спасибо, Дариус!» как всегда и познавательно. То есть количество просмотров, то есть к КПИ журналистов не привязано, то есть там совсем другие бонусы предусмотрены. Это, как правило, тоже какие-то лучшие тексты месяца выбираются, за которые человек получает премию. Это может быть и текст на 15 тысяч просмотров, а может быть текст на 200 тысяч просмотров. То есть были тексты на 800 тысяч просмотров у нас. То есть все очень по-разному. И нельзя сказать, что вот в эти лонгриды мы вкладываемся, исключительно потому, что они читаются. А вот в эти форматы мы не будем вкладываться, потому что, ну блин, это же никому не интересно. Я тоже уже объяснял. У каждой темы, если она действительно хорошо проработана, есть свой читатель. И есть абсолютно нишевые категории читателей, которым интересны определенные темы. Я прекрасно понимаю, что когда делаю интервью с нашими доблестными бойцами белорусского рока, их не будут читать сотни тысяч человек. Но, как мы считаем в редакции, это все равно очень важно. И мы достаточно мало в крупных медиа пишем про белорусскую музыку. И эту ситуацию нужно менять, потому что это такая вещь, на которую нужно стоит обращать внимание. Спасибо. У нас, да, вообще с музыкальной журналистикой проблемка. Александра, калеват. Я не буду повторяться, потому что, саправды, это и трафик, это и сталы читать, это и статус. Ну и, на самом деле, это и аутаритет для медиа, как для структуры, потому что, конечно, когда ты робишь такое расследование, как робить онлайнер про аллей, и любое иншее расследование уже до тебя будут прислуховаться, навык на узровне державы, на узровне чиновников, как до человека, который разбирается в этой теме, который может заявить про ее свое меркование, который может ее просто забить за собой. Тому это, конечно, очень важно, но это и развить все такой творче индустрии, как журналисты. Но казалось уже, потому что у нас зорки, но у нас все журналисты, которые пишут лонгрыды, это зорки, и Олесь Пилецкий, и Антон Трофимович, Игорь Корнеев, это люди, которые работают под своими именами, которых познают, ведают, что это будет высокий профессиональный узровень. Ну, для нас, как и для всех в мире, платформа, конечно же, это в первую очередь лояльная аудитория, авторитет, узнаваемость, свое лицо. Но это, можно сказать, любой присутствующий здесь, это как бы аксиома. Ну, помимо прочего, на спецпроектах можно пробовать, обкатывать какие-то бизнес-идеи. То есть, допустим, если вы там планируете, не знаю, сделать какую-нибудь рассылку или новый раздел, вы же можете вложиться в один какой-то большой спецпроект и посмотреть на метрики. Пронаблюдать интересы вообще. Да, интересы, любые все остальные метрики, которые могут вам потом помочь. И вот то, как сказал Павел, про какие-то темы, которые могут всплыть, там, большие интервью с польскими какими-то значимыми людьми. Вы тоже можете это узнать благодаря каким-то вот таким пробам. То есть, может вложиться в что-то одно, пусть большое, что потом распространится на, не знаю, на серию, на раздел, на рассылку, на whatever. Еще для нас, вот, работа на спецпроектах, как ни странно, дала такую способность разных частей компании лучше работать друг с другом. То есть, у нас вот, допустим, есть редакция и есть технические специалисты, которые работают не на редакцию, они работают, ну, на весь большой комплекс тут-бай и около тут-бая. То есть, там, программисты, верстальщики, дизайнеры, все вот эти вот ребята. И между ними раньше, на самом деле, коннекта было не так много. Ну, это сложно понять друг друга. Там, через одного человека, он как такая маленькая, вот эта вот, в песочных часах смычка. Когда мы стали вместе работать над всеми этими вещами, намного более стало вот это общение простым. И мы стал не только один, как бы, вот этот вот человек, который переводит с языка на язык, стало много связей. И внутри редакции мы стали намного более внимательны и последовательно относиться к процессу работы. То есть, это уже не какой-то хаотический такой разношерстный, ну, не знаю, что-то такое непонятное. Это уже более четко выстроенные структуры и процессы. И вот это вот, ну, такое, мне кажется, большое приобретение после того, как мы начали разрабатывать такие вот серьезные спецпроекты. Ой, ну, я тут соглашусь со всеми. Вообще, с Антоном соглашусь. Да, наверное, вот, вот, когда мы стали работать над спецпроектами, очень прокачались и не только во всей компании, да, но и внутри редакции такое умение работать в команде, да, и стало интереснее. Потому что чаще всего работа над обычным, там, большим даже репортажем, это журналист-фотограф, да, максимально это команда, потом фоторедактор, возможно. вот, работа над спецпроектными материалами чаще всего подразумевает участие там команды, которая шире, инфографа, возможно, какого-то эксперта еще, планирование такое, в общем, в какой-то момент начинаешь ловить от этого кайф, да, какой-то, когда вот ты проходишь через разные этапы, и потом в итоге что-то получается клевое, вот. Ну, да, наверное, есть какое-то внимание еще извне. Вот когда мы делали проект «Кругосветка», возможно, она не дала нам каких-то диких просмотров, да, не дала каких-то денег, да, это некоммерческий был, некоммерческий проект, вот, но там министерство транспорта, не знаю, департамент по авиации говорили, да, мы читаем, смотрим, пойду смотреть, что там у пилотов белорусских, да, круто, что вы это делаете, ну, то есть какой-то такой вот момент, ну, плюс мы там во время «Кругосветки» придумывали, как сделать эфир из воздуха, да, например, как пилотам выйти в эфир, сделать такой вот необычный онлайн, то есть каждый раз появляется какой-то вызов, которого не было раньше, да, нет при работе над обычным каким-то материалом текущим. Все. Я, ось, вертаючись до того, что Паша сказал на конт перадруков, мы вельми радуемся и тешимся, калі хтось там перадруковые наши материалы, мы закликаем, гэта рабить, гэта вельми классно, одно, что для нас так само вельми важно, кабіне еще перадруковывалися по белорусску, таму, что для нас мова гэта каштовность, у нас все завязано вокруг наших каштовностей, вся наша аудитория, яна объединена агульными каштовностями, так, а не там узростам, цесчэчэмсці, таму, для нас гэта вельми важно, і мы так само спрямаем, напреклад, наши некие классные спецпраекты, як пашарэння, ну, живанні белорусскай мовы, як прасованні наших каштовностей у больш широкие масы, скажам так, так, гэта як, ну, такая падяка для наших читачоў, для яких гэта важно, як я хочу читать материалы, збудуваны на наших агульных каштовностях, ящэ раз скажу про каштовності, таму, гэта вельми класна, ну, во всіх сэнсах, так, так, гэта часам патрабуе вельми, ну, нашмат больших намаганняў, але гэта важна рабіць, і гэта імідж редакціі, і некі твар, імя, брэнд, і, ну, гэта той, што патрэбна для того, кабы снаваць і сёння, і заутра, і будуваць неякую нашу агульную будучню. Про трафік нічо не скажеш? Про трафік, окей. Йосць вельми класна ідея, які страляюць, напрыклад, ўсць я дасалала, але, за мінулый год, такі самы наш популярны лонг рид, гэта пра Наполіона Орду, ён сабраў 60 тыс. прачытаў, для нас гэта шмат, вельми шмат ўправнані з іншымі нашымі лонг ридамі, і знов жа атрымалася така лічба за чаго, за того, што гэта было абсалютно штосцю новае, мы такога раней не рабіли, вельми шмат разшара ў соціяльніх сетках, ну, здзюлення, захапляння, што мы ўсць такі гэта зарабіли. Ёсць, 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 ёдзен прыклад, вельми класнага паспэховага натыўнага лонг рида, гэта наша, вось, я ўже сёня згадывала паромы, паром пра змора Герадота, называўся першы матэріял гэтага цыкла, і вось тады знов жа закош таго, што гэта было штосць новае, незвычайная, шыкованая фотоздымкі, класная заставка, незвычайный загаловок, які тнікі там інтрыгуя, штосць такоя магічная, прыгожая, вось таксамы там было шмат прачытанняў. Звычайна, ў нас лонгриды збіраюць прыкладна на узроўні топавых репартерскіх матэріялу на парталі, там, каля 20 тысяч праглядаў, мы, звычайна, дасагаў гэтай лічбы, можам, што трэба, ну, знов жа адзначыць, канешне, што натыўны матэріалы мы часам перэвыдаём, па некалькі разоў започваем ў сацццеткі, знов жа каб яны дыбіралі гэтай прагляды, таму што, ну, кожны дзэн ўсё ж такі нова аудитория можа прэходзіць, і для нас важны выніковы лічбы. Тому мы над імі, таксам, што над прасованнім, часам працуем, ну, нашмат бочэчым з репартерскімі матэріяламі. Ну, і знов жа, паколькі гэта ўнікальнае наша праца ўнікальнае, то мы стараемся не забываць і перэядычна ё там паднімаць, паказываць, што, вау, круто, ми гэта зробіли, і ми класны. Пахваліте нас. Дяку великий, і більшоє всім спасиба, що ви пришли. Я хотіла спросить, а хто сьогодні перший раз в прізськлубі? Подніміте, пожалуй, руху. Вау. Хорошо. А є ли у публіки наші якісь якісь вопросы? У кого… Це тот же самий чоловік, между прочим. Пришов, я одразу питання задаю. Давайте, сейчас я дам вам микрофон, і ви просто представьцісь. А, ага. Пакули Алла неся мікрофон. Уже можна, ну, прям впервые. Я ще можна сказаць, што Лонгрыт дае, канешне, сувязі. Ой, я ведаю гэтого чоловека. Лонгрыт дае сувязі, да. Вось, калі мы паехалі да Маці 328, яны ў воглі недаверлівы, да, але мы паехалі на галадовку, там яны пагляделі на гэту нашу журналистку, на Марую Вайтович, і далі ўжо пасля, яны самі пачалі даваць ёй сюжет і распавядаць, табок усталёваюцца іншыя стасункі, чым калі ты пішчы репартажці на віну. У принципі, Сніжана прагэта казала, калі распавядала пра увагу Департамента па авіаціі да праекта Кругасвятка, наприклад. Да, табок усталёваюцца больш даверлівыя, больш глыбокія сувязі. Ну, гэта таксама даюць Лонгрыты, а цяпер пытанні. Дзякую. Дзімай агораў, я абдал сатавец, і мня такоя пытанні. Калігі, хто можа, камунішка, да, падзіліцца, калі ласка, як адбываецца ў вас гэты вытворшы працэс ад ідэі да кэншатковага ўжо Лонгрыда, альбо спецпраекта. Калі умовна кажучы, ідэя на Лонгрыд генеруюцца, я так брыдка скажу, знізу, ад журналіста, што ён робіць? Ён ідзе да редактора. Хто лішыцца, грошы, колькі гэта будзе кэштаваць? Як гэта лонцужок праходзіць? Не ведуць. Можа ў вас ў когось ці ў редакціі ідэі гэта генеруюцца на планёрках ці на някіх сустрэчах. Цякой. У нас адбываецца вільмі па рознаму. Йось цзявчына редактора, якая лічыць грошы. Ну, гэта ў принцыпе ўсё. Тобак тэмэ приносць журналісты, тэмэ праносць редакторы і гэта гдалей. Таму нічога конкретнага адказаць на гэта пытаўне я не магу, але калі калі гэмогуць можа. Ну, ты знав, жа ў Радуе Свабода ёсць цэлый аддел, які займаецца лунгрыдамі. Каманда, я так разумею, стала працюя над такімі спецпраектамі. Гэта так сама шлях. Хто хоча адказаць на пытаўне Зміцера? Я просто працягу адказаць, таму што я працую на Раду і калі суразмолцы маўчаць, я можу забиваць эфір якнебыць, да, і, ну, вось, можа, вы думэць. Я тя буду все врэмя прыглашаць. У нас тэгда все врэмя будь звуковая дарошка. Ёдзіше куды, Алла. Звуковая дарошка ўйдёт далеко. Калегі, Зміцер трошкі там пазній прайшоў, мы вначале трохі гаварыли прагаў, але хто хоча мінавіта для Белсата свой опыт перадаць? Так, Снежана. Я предлагаю тогда, да, послушать опыт Тутбая в другой транслитерации, а потом мы просто пообщаемся свободно, скажем, у нас есть полчаса времени. Никто руку не поднял? Конфиденциальна, да? Появилась у кого-нибудь, появился вопрос? Ну, по-моему, мы так подробно сегодня проговорили какие-то вещи, но, в принципе, если у вас какие-то личные вопросы, наши спикеры пока будут одеваться, пить чай, в общем-то, общаться, вы можете их изловить и у них всё-всё расспросить, конфиденциальны и нет. Я благодарю, что вы пришли, когда ещё светило солнце, уходим мы уже в ночь. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ